Неистовая энергия Один из лучших пианистов мира Приехал поздравить родной город с 800-летием Именно здесь, в Нижнем, начинался его звездный путь Здесь, кстати, в Нижнем Новгороде Мой самый первый концерт с оркестром был Вот я тогда еще зуб потерял во время этого концерта А вот в первый раз здесь играл, вот в филомоническом зале Но ни на кого не похож был мальчик Даня Во-первых, он, как у Некрасова, ребенок был уморительно мал Настолько мал, что когда он выходил на сцену Между рядами сидящих музыкантов оркестра к роялю То его не было видно, он был ниже сидящих музыкантов Только хохолок Его волосики продвигались над их головами И почти стоя играл у рояля И вот это несоответствие такого совсем хрупкого маленького ребенка И той мощи, и того музыкальной такой зрелости Всегда поражало На этих кадрах 1999 года Дане Трифонову всего 8,5 лет Впереди у мальчика год огромных перемен Ради будущего Даниила семья переедет в Москву Будет очень трудно Но путь, пройденный с первыми учителями Даст Даниилу уверенность и силы двигаться дальше Тот опыт, который он приобрел в Нижнем Новгороде Это такой, можно сказать, даже фундамент На котором он выстроил свою дальнейшую карьеру Это такой вот самый первый камень, который он заложил Цирк начинается! Да-да-да-да-да-да-да-да Первая воздушная гимнастика Даниил родился в Нижнем Новгороде 5 марта 1991 года. Мама – преподаватель теории музыки, папа – композитор, бабушка – руководитель хора. Казалось бы, путь предопределен – продолжать династию, но на дворе перестройка, и маленького Данилку готовят к поступлению в школу с углубленным изучением английского языка. Более прагматичный вариант для жизни. 90-е годы были очень непростые, и, в общем-то, мы оба работали после окончания Нижегородской консерватории с мужем, работали в музыкальной школе, и зарплаты были небольшие, постоянно задерживались, а так как мы работали в одном месте, зарплаты не было ни у того, ни у другого. И не думали мы, что он будет музыкантом, думали, что, ну вот какие перспективы. В пять лет Даню для общего развития записывают в школу искусств номер 18. Выбирают рисование, танцы, ритмику. Вот сразу, как он начал заниматься, его приметила учительница сольфеджио, Хроменкова Галина Петровна, и стала нас прямо вот настоятельно уговаривать отдать его на инструмент, что у него абсолютный слух, что он слышит вообще все в разных октавах, в любых сочетаниях, вплоть до кластеров. И уговаривала нас долго, в течение нескольких месяцев, мы еще упирались. И где-то к февралю мы созрели и отдали его в класс Татьяны Сергеевны Рябчиковой на фортепиано. И он такими семимильными шагами пошел, так увлекся этим сам, не зная вообще до этого нот. И они буквально за несколько месяцев уже переиграли весь детский альбом Чайковского. Способный, очень способный, талантливый. Таких не было у меня детей, как вот Даниил. Он, во-первых, у него память была блестящая. То, что я ему показала на уроке, он моментально исполнил. Другим нужно несколько уроков, месяц даже. Он тут же на уроке все это сделал сразу, повторил. С ним интересно было заниматься очень на уроке. Мне самой было интересно. Я забывала про все, когда с ним занималась. Но заинтересованность очень большая была. Он так влюбленно к музыке относился, именно к музыке, к исполняемым произведениям, что невозможно было по-другому не откликнуться. А что ты любишь больше всего на свете? Маму, папу, бабушку Татьяну Сергеевну, Ксюшу, Тришку и музыку. Проходит лишь год обучения, и шестилетний музыкант исполняет программу четвертого класса музыкальной школы – «Сонату Моцарта». Жюри открытого всероссийского конкурса юных пианистов посвящения имени Липович присуждает Даниилу второе место. Очень был вообще счастлив. Первый раз попробовать играть на стэнвэе, просто не отходил от него. Там все-таки отличались инструменты, которые в школе, дома, от настоящего концертного рояля стэнвэй. Потом они стали готовиться на рождественский фестиваль, и там он занял не только первую премию, но и вообще среди всех групп выиграл гран-при. Этюд играл уже черни, играл «Разлук» у Глинки. Вот это вот сложное произведение, мы потом на конкурсе Арктобалевского играли. Оно по седьмому классу, этот ноктюр, но он сложный. Итак, «Юные дарования» уже проходит программу седьмого класса музыкальной школы, когда пришло время поступать в первый класс обычной. Теперь уже родители ищут школу не с углубленным английским, а с возможностью свободного посещения уроков. Даниилу нужно много репетировать. В школе номер 119 отнеслись с пониманием. Вроде так уж, как все, но даже психолог говорит, когда стали тестировать ребятишек в конце первого класса, говорит, ой, у вас вот этот ребенок какой-то интересный, вот, это вот что, золотинка, что ли, ваша? А мы таких ребятишек называем всех золотинками. Я говорю, да. А вот в третьем классе, в третьем, вот иногда, когда он был урок математики, ну, никак не идет урок, и все, ну, никак не идет урок. Ой, он, трудно, можно я успокою всех? Давай, садится за инструменты. Он так интересно, всегда усаживался, так, это, что может уже сидеть, так, это, так. Вот, я говорю, давай, Шопена можно? Я говорю, Данил, что хочешь играй, я не понимаю. Вот, начинает играть, все, значит, ребята слушают внимательно в классе-то. Я дверь открою, стою, кто-нибудь идет, говорит, магнитофон включила. Я говорю, живая музыка, можно поглядеть? Я говорю, можно. Он не стесняется, вот, смотрит на меня, как, люблю трону, говорю, хватит, все, достаточно. Едва освоив инструмент, Данила пробует себя в сочинительстве. Пишет пьески для фортепиано, для скрипки с фортепиано. Ребенок еще не знает толком нот, записывать произведения помогают родители. Но музыка юного композитора уже звучит на сцене. Первый раз он выступал вот в 7 лет на «Новых именах». Он как раз играл в своих произведениях. Помню, тогда были пьески «Мальвина» и «Приключения Буратино». Стал тогда стипендиатом программы «Новые имена». На конкурсе Артобалевской в Москве Даниил также играет свое сочинение. Даниил Трифманов. «Приключения Буратино». Юного композитора вдохновляет все, что интересно любому обычному ребенку. Вернувшись из Москвы, Данилка перекладывает на ноты и клавиши свои впечатления и эмоции от посещения цирка. Я сочиню произведения «Цирк на Цветном бульваре». Так как я ходил в Москву гулять, и там ходил в цирк никулинский. И там очень мне понравилось. А что понравилось? Как там обезьяны плясали, воздушные гимнасты, клоуны. Вернувшись из Москвы, Данилка перекладывает на ноты и клавиши. В классе у нас музыкалка стала участвовать в конкурсе хоров. Мы решили взять стихи Дмитрия Хармца. А переложить на музыку кому? Обращается к коллегу. К отцу. Он говорит, вы знаете, я, наверное, не смогу написать. А вот Данилка сможет. Я говорю, как? Он говорит, а потому что он по-детски воспринимает. Мы сейчас поем, письменку все бегут, летят, скачут. По словам Хармца. ПЕСНЯ В следующем году, в 8 лет, Даниил вновь становится стипендиатом новых имен и отправляется на свои первые гастроли. Даниил играл с оркестром, с Александром Моисеевичем Скульским в качестве дежура. Три концерта абонементных. Это в Кремлевском концертном зале, в Автозаводской школе искусств и в городе Дзержинске третий концерт. То есть это был такой первый опыт для него, выступление как совершенно без всяких скидок взрослого музыканта. А ему было тогда 8 лет. Очень смешная история была, когда они ездили в Дзержинск. Была зима, он в такой шапке-ушанке, шубейке. И идет к автобусу, где уже загрузился оркестр, инструменты. Немножко замешкался перед входом. И Александр Моисеевич стоял у входа и так движением руки пригласил его «Маэстро». И он пошел уже в автобус со знанием дела. Даниил Трифонов – это одно из самых счастливых открытий нашего оркестра, нашей филармонии и музыкального сообщества нашего города. Не забылось то, как он пришел впервые на нашу сцену. Это маленький человек, который играл как большой музыкант и вел себя на сцене как большой музыкант. Успех ребенка не оставляет сомнений. Нужно двигаться дальше. Встает вопрос о переезде в Москву и поступлении в Гнесинку. Решиться на такой шаг в конце 90-х годов было сродни подвигу. Жили в Подмосковье, в городе Железнодорожный. И причем в школу мы поступили в Гнесинскую десятилетку, в класс Татьяны Абрамовны Зеликман. И в школу ему приходилось добираться где-то от полутора до двух часов в один конец на трех видах транспорта. Мне приходилось его отвозить, там ждать, потом назад отвозить. Поэтому как бы мне пришлось оставить работу. И у нас единственный кормилец стал папа. Мы просто делали все, что от нас зависит, я считаю, чтобы дать ему то образование, которое мы должны были ему дать, исходя из его способностей. Даниил быстро привыкает к новым, повышенным требованиям Гнесинки. Кажется, что в музыкальной науке для него нет ничего невозможного. Вот он даже в письме пишет, что в школе мне учиться легко, правда по фортепиано требования очень серьезные. И приходится много заниматься. Мне очень нравится учительница по специальности. Я люблю ее огромные, более двухчасовые уроки. Готовлюсь к Бетховенскому фестивалю, который пройдет. Нужно ли говорить, что среди победителей фестиваля «Дни Бетховена» в Москве есть имя Даниила Трифонова? Дальше больше. В 2003 году Даниил получает гран-при четвертого международного телевизионного конкурса юных пианистов «Щелкунчик». В 17 лет Даниил уже считается профессиональным музыкантом. В 2008 году, еще будучи школьником, стал лауреатом конкурса пианистов имени Скрябина. Затем, с блеском исполнив сложнейший третий фортепианный концерт Прокофьева, стал победителем фортепианного конкурса в Сан-Марина. В 2009 году Даниил переезжает в США и продолжает обучение в Кливлендском институте музыки под руководством Сергея Бабаяна. Следующие годы для Даниила поистине триумфальные. Он становится лауреатом трех наиболее знаменитых международных музыкальных конкурсов. Имени Фредерика Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и имени Петра Ильича Чайковского в Москве. В 2012 году на Сахаровский фестиваль в Нижнем Новгороде Даниил приезжает уже как признанный мастер. В настоящее время Даниил – желанный гость самых престижных концертных залов мира. Участник Зальцбургского фестиваля. Пианист сотрудничает с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Лондонским симфоническим оркестром, Израильским симфоническим оркестром и многими другими. Я думаю, что самый кайф – это выступать именно на сцене. То есть энергетика, которая заряжаешься от публики, ее ни с чем нельзя сравнить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наследник великого Ференца Листа Мистик фортепиано Захватывающая дух виртуозность Это все про него В 2018 году Даниил получает Грэмми За лучшее инструментальное соло Жюри высоко оценила альбом Трансцендентные этюды Ференца Листа Мистик фортепиано Мистик форенц早ков Но самыми беспристрастными критиками творчества Даниила были и остаются родители. Конечно, они мне очень помогали, когда я еще был студентом. Но сейчас, конечно, я их довольно редко вижу. Но, конечно, все равно спрашиваю мнение. Для него, конечно, очень важно наше мнение, потому что всегда, когда происходит трансляция по видео, по интернету, либо на каком-то радио, он ждет от нас сообщения, где мы ему высказываем наше впечатление о его игре. Мы высказываем именно то, что мы слышали. Поэтому он к нам и обращается, и ждет наше мнение. Мы можем ему сказать то, что никогда не скажем никому другому. Совершенно искренне и без каких-либо прикрас. В 2021 году Даниил отмечает свое 30-летие. График выступлений расписан буквально на годы вперед. Но Даниил не забывает родной город. Весной Даниил приезжал на пасхальный фестиваль. В августе выступил на Галашоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода и на закрытии фестиваля искусств «Стрелка». Здесь, на родине, Даниил не только мировая звезда, но в первую очередь мальчик, покоривший сердца своей любовью к музыке. По-прежнему вот тот же ребенок, а совершенно очаровательный, упоенный музыкой, органичный в поведении, вот изменился масштаб, но не изменилась суть этого необычного музыкального явления. Дай Бог тебе здоровья и сил, чтобы радовать так же людей своим исполнением. Я тобой очень-очень горжусь. Ой, конечно, Данилка, привет огромный. Мы очень тебя помним, любим и вообще восхищаемся твоим трудом. Какую ты радость людям даешь. И я довольна тем, что это вот стоит жить, чтобы вырасти хотя бы такого вот одного ученика. И уже здорово, уже хорошо. Ну, талант его необъятный. Пошли ему все силы небесные большого дальнейшего пути и возвращение на нашу Нижегородскую землю. Нижегородцы поздравляю с 800-летием. Нижегородцы поздравляю с 800-летием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ